Улицы в Академгородке очищают от снега быстрее и лучше, чем в других районах. При уборке больше внимания обращают на просьбы и замечания жителей. А следит за качеством работ районная администрация. Состояние дорог и тротуаров в научном центре Новосибирска сегодня оценил мэр. Присматриваются к положительному опыту и главы других районов. Михаил Якимов подробнее. В этом году в городе решились на эксперимент. Дорожно-эксплуатационное учреждение, которое отвечает за содержание улиц, и, соответственно, уборку снега с дорог и тротуаров в советском районе полностью передали под контроль местной администрации. И спустя почти полтора месяца работы в таком формате пришло время подвести первые итоги. Приехавший в советский район из центральной части города сразу может заметить, что вот, например, здесь на проспекте строителей проезжая часть очищена аж до поребрика. Колеи также не видно. По нашим показателям мы считаем, что здесь лучшую сторону результаты работы после обильных снегопадов, которые прошли на минувшей неделе. В некоторых частях района работать можно и в разгар дня. Движение не очень оживленное. Например, здесь, на улице Российской. Снег, который ранее складировали на обочины и газоны, сейчас большим погрузчиком собирают и складывают уже в кузов самосвала, чтобы увезти на снегаотвал. В ДО отмечают, что главное, что изменилось в их работе за полтора месяца, это улучшилось взаимодействие с местными жителями. С помощью администрации такую работу наладить гораздо проще. Благодаря нашим, в общем, совещаниям, собраниям, которые проводятся в администрации ежедневно, более оперативно принимаются решения, корректируются с учетом обращений, жалоб и так далее. И действительно, жители советского района все чаще оставляют комментарии в соцсетях со словами о том, что дороги в этом году стали убирать лучше. Но пока итоги подводить еще рано. Система заработала по новой схеме только с 1 января. Однако соседи администрации Первомайского района данным опытом уже заинтересовались вплотную и хотят его перенять. Сейчас я приехал посмотреть, насколько эффективно эта система себя зарекомендовала. Уже с первых дней понятно, что эти полтора месяца, которые прошли, система работает. Планирую в течение этого года перейти на новую систему. Но, конечно, там все зависит от финансового года. Но, по крайней мере, уже будем все делать к тому, чтобы в 2022 год уже мы работали по новой системе. Учитывая, как быстро и качественно справились с последствиями снегопадов, обрушившихся на Новосибирск в конце прошлой и начале этой недели, конкретно здесь, в Советском районе, опыт такой работы пока можно признать успешным. Да и ответственность сейчас перекладывать не на кого. Все находится в ведении конкретно администрации района. Михаил Якимов, Олег Королевец, Новосибирские новости. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.